Добрый день, дорогие друзья! Будьте добры, поставьте мне свои плюсики, как меня слышно. Будьте добры, все проверьте микрофоны, надо ли мне что-нибудь подстроить. Но вижу, что вроде бы у всех отлично слышно, и можно продолжить нашу конференцию. Итак, я по традиции перейду к своей части, где я рассказываю вам о наших новых победителях, карьеристах, я их так называю, тех, кто двигается вперед по карьере, не только инвестирует средства в проект в качестве удачного инвестирования, но еще и делает бизнес вместе с нами, рассказывая эту информацию и продвигая возможности нашего бизнеса по всему миру. Смотрите, Сильвер Мастера сегодня у нас есть в огромном количестве стран. Это значит, что мы с вами можем воочию убедиться в международности синхронного нашего развития движения и начну с России. Варвара Крамар, Щелкова сделала первый свой шаг, Наиля Балковских, Качканар, Надежда Широва, Пермь, Елена Болхова, Петра Павловс, Камчатский. Это наши японские партнеры. Дальше, ой, вернее, русские партнеры. Дальше перехожу к японским партнерам. Токио, Эри Абе, новый лидер появился у нас. И в городе Нагаокакё. Вот этот город я даже еще, по-моему, не произносила. Хироси, Сакураи. Мы всегда видим, что японская команда стабильно двигается вперед вместе, синхронно с нами после особенно приезда верхних лидеров, потому что всегда легче работать, всегда легче доносить информацию, когда рядом с тобой те, кто ближе, так скажем, к сердцу компании. И два вице-президента. Опять же, у нас поработали сейчас в Японии. Мы видим новых лидеров. Большое количество. Они как звезды зажигаются на японском небе. Ольга Гривцова из Канады, Куи-Ку-Ит-Лам, город. Тоже поздравляем Ольгу. Желаем большого успеха. Киргизия нас порадовала. Город Токмак, Сыджар, Шиншир, новым лидером. Рауза Казиева из Казахстана, из города Ак-То-Бе. И Эмма Рейн из города Хайль-Бронн, Германия. Так держать только вперед. Любое большое путешествие всегда начинается с такого вот небольшого первого шага. Золотые мастера. У нас сегодня в России два мастера. Ирина Караченко в Геленджике. Она получает дополнительно две акции за скорость закрытия квалификации. И Валентина Асеева в Краснодаре. Видимо, после события, которое там прошло, как грибы после дождя, лидеры поднимаются. Бельгия нас радует. Продолжает развитие. Город Дейнзе. Эльсбиетта. Павловска. Очень рады мы, что, несмотря на то, что не все говорят на одном языке, бизнес наш развивается, опять же, повторюсь, синхронно в разных концах света. Двигаемся дальше. Платиновые мастера. Япония. Смотрите, порадовал нас новый лидер из города Сируиси, который получает три дополнительных акции за скорость закрытия квалификации. Платиновый мастер. Это Тацуки Ямазаки. Сегодня и чеки у нас огромные, и квалификации. И, опять же, лидер из России, она почему-то не указала нам свой город. Надо подсказать, чтобы могли друзья по команде гордиться. Елена Ханзярова получает дополнительно три акции за скорость. И город Кунгур, Россия тоже. И Уосима Румянцева, или Уосима Румянцева, не знаю даже ударение правильное или нет, тоже принимает поздравления, поскольку Платиновый мастер – это уже достаточно серьезная победа. Это третья ступень раздела мастеров. И, конечно, это уже большая работа проделанная. Ну и даймонд мастера. Смотрите, есть постоянно у нас японские лидеры, которые без подарков не проходят ни одну дистанцию. Такеши Уэда, Токио, Япония, получает целых четыре акции за скорость закрытия этой квалификации. Даймонд мастер. И закрывает свою работу в разделе мастеров. А также я поздравляю Хироми Уэмацу, тоже из Токио, партнер японский. И Казахстан сейчас тоже ключит ура, потому что в Тимиртау родился новый даймонд мастер по имени Татьяна Таранович. Или Таранович, может быть так. И, конечно же, весь Казахстан радуется, потому что закрытие даймонд мастера – очень большая квалификация, серьезная. Именно среди даймонд мастеров присматривают себе будущую смену и директора, уже закрывающие последние ступени директорского раздела. И президенты, конечно же. Но сегодня Япония нас радует не только даймонд мастерами. Посмотрите, какое синхронное закрытие квалификации «Сильвер» директор двумя японскими лидерами из Токио. Эйко Йосино и Эйрисата. Оба партнера работают в Токио и оба в понедельнику постарались стать «Сильвер» директорами. Здорово, поздравляем от всей души. Но это не все. Вот такой тройной выстрел из Японии сегодня. И вообще все остальные просто уступили им место на этих квалификациях, как будто специально. Одна Япония лидирует, а одну Японию мы поздравляем. Ну, мне вот тут даже пишут, что Япония рулит. Это так, на самом деле, на этой неделе Япония рулит. Хироио Этори Япония Токио дает нам возможность вообще понять, что квалификация «Голд Директор» – это не годы, это не какие-то подготовительные прыжки. Это просто огромный-огромный быстрый забег и очень высокий прыжок. И сразу практически на такой вот высокий пьедестал. И, конечно, мы поздравляем вас. Вы молодцы. Вы все время нам задаете определенный темп движения. Но сегодня есть еще кого поздравлять. И поэтому с Японией, я думаю, что мы тогда с вами приостановим поздравления. Потому что уверена, что сейчас вообще вся компания будет кричать «Ура!», потому что это действительно пример для подражания. «Даймонд Директор» – это вообще верхняя ступень директорского раздела. Оттуда прямая дорога в президентскую команду. И сегодня эту ступень взяла, этот уровень взяла Ирина Антоненкова, лидер из Киева, с очень интересной историей. И вот вы видите, насколько прекрасно Ирочка смотрится вместе с своим верхним спонсором на фотографии. Юная девочка лет, наверное, 18. На самом деле, мама троих детей. Пусть те, кто говорят, что у них нет времени и нет сил, смотрят и завидуют. Дорогая Ирина, наша команда, спонсоры, друзья, коллеги и все, кто знает и уважает тебя, от души поздравляют с покорением наивысшей ступени директорской карьеры, бриллиантовым директором. А знают, кстати, Ирину очень многие, потому что она очень часто вела наши события. У нее вообще потрясающий юмор, потрясающий характер. И, в общем, много-много чего положительного есть у этой сильной и в то же время хрупкой девушки, еще раз повторюсь, 18-летний и в то же время мамочки четырех сыновей. Но я продолжу зачитывать поздравления Игоря Кирюхина, верхнего спонсора. Путь был непрост и тернист, но это произошло, и произошло очень быстро. Вдохновляет твоя феноменальная скорость прохождения последних директорских ступеней. Да, да, именно вот тут вот как бы очень высоко Ирина поставила планку. Заслуживает восхищение твой труд и упорство, с которыми ты шла к этой победе. Ты всегда у нас на острие и в первых рядах. Следует еще раз отметить и твою безграничную преданность нашему проекту, веру в Gem4Me, веру в наших директоров и ведущих лидеров компании. Я уверен, что закрытие этой ступени даст тебе еще больший стимул и добавит энергии для покорения космических высот. Желаем тебе дальнейшего стремительного роста, огромной структуры, новых подключений, партнеров, звезд и, конечно же, скорейшего вхождения в президентскую команду. Успехов тебе, удачи в бизнесе и женского счастья. Можно лишь добавить, что на самом деле все дороги к большому успеху, как правило, они непростые. Они всегда очень сложные. Подождите, пожалуйста, перелистывать. Я не закончила еще поздравлять, а нам уже перелистнули картинку другого поздравления. А я хочу вот про Ирину еще сказать несколько слов. На самом деле, вот сколько знаю лидеров, сколько знаю взлетов, всегда все по-разному абсолютно, но не проходит ни без сложностей, ни без каких-то испытаний. Но вот что касается Ирины, то там действительно можно писать, как закалялась сталь. И, казалось бы, были поводы для того, чтобы остановиться. Десятки, сотни поводов, чтобы бросить все и заняться чем-нибудь другим. Но это не про Ирину, и это не про то, как она вообще относится к чему-либо. Поэтому можно сказать, что ее приход в Jim4Me – это очень большое счастье для нас, поскольку действительно именно с таких людей надо брать пример, надо учиться преодолевать сложности. Да и вообще, когда вы рассказываете о победах наших лидеров, то, в принципе, можно подобрать абсолютно любую кандидатуру под те возражения, которые вам ставит человек. У нас очень много ярких звезд. Вот таких же ярких, таких интересных, таких самобытных. Еще могу сказать, что это прекрасный человек вообще во всех качествах характера. Честный, искренний, правдивый, тонкий, в то же время с искрометным юмором и с железной силой воли. Поэтому побольше бы таких лидеров всем вам, всем нам в проект. И я уверена, что подобное притягивает подобное. За Ириной очень много звезд уже сегодня поднимается. И за Игорем. И вообще командный стиль работы, который сложился сегодня в Jim4Me – это кузница для рождения и становления вот таких вот лидеров. Потому что всегда сталь закаляется, вы знаете, как огонь, вода, огонь, холодная вода. И вот так вот с ушатами холодной воды иногда мы проходили испытания, собирали всю свою силу воли и снова брали новую высоту. Ирочка, спасибо тебе за то, что ты смогла все это преодолеть и за твой пример мужества и в то же время легкости, с которой ты относишься к делу и к бизнесу. С тобой всегда радостно, весело и приятно. Ну а теперь я перелистываю страничку. И читаю следующее обращение Эдуарда Витько. А в чате продолжают ставить сердечки для Ирины и поздравления идут нескончаемым потоком. Будьте добры, перелистните мне страничку. Что-то у нас застревает сегодня конференция, наверное. Послание Эдуарда немножко не на тему поздравления, хотя он тоже верхний спонсор и присоединяется к поздравлениям, я уверена, на 100%. Верхний спонсор Сергей Самсонов тоже поздравляет от всей души Ирину. А вот я не знаю, не прочитали Сергея Самсонова, наверное, потому что у меня вот его перед глазами нет. Но уверена, что мы его читали уже однозначно в чатах. И Сергей простит наших девочек-помощниц за то, что его поздравление где-то потерялось. Верните назад, фото было одинаковое. Ну, на самом деле, назад можно вернуть, но вот там я его не видела. А, вот оно, да. Извиняюсь, извиняюсь. Нашли мы поздравление это. Итак, из-за того, что фото одинаковое, вот мы как раз и запутались. Ирина, с невероятной радостью поздравляю тебя с вершиной директорской карьеры. Знаю, как ты и твоя команда работали на этот результат. И вот он, заслуженный триумф. Ты нежный, заботливый, искренний и тонко чувствующий человек. То, с каким теплом ты относишься ко всем партнерам и к нашему Gem4Me, влюбляет людей в наш проект и в нашу миссию. Может ли такой добрый, искренний и открытый человек пройти все ступени директорской карьеры и встать на Олимпе? Конечно, может. Твой яркий путь успеха доказал, что да. Многодетная мама собрала свою силу воли в кулак и протарила дорогу к успеху и процветанию вместе со своей яркой командой. Ирина, вот, наверное, никто не поверит. От тебя фотография со всеми твоими сыновьями к следующей конференции. И отзыв для тех, кто слабый нервами, слабый характером и так далее. Ждем с тебя послания. Не перестаю восхищаться тобой. Горд, что в нашей компании добиваются самых высоких статусов такие светлые люди, как ты. Я помню, как ты билась над первым директорским статусом. Но с каждым новым статусом ты набирала скорость. И теперь ты закрываешь статусы один за другим. А твоя дружная команда не отстает от тебя. Ты создала невероятную атмосферу заботы и взаимной поддержки в своей команде. Поэтому скорость ее развития стремительно растет. С нетерпением ждем тебя в президентской команде. Остался всего один шаг. Ну и, конечно, тут вот уже и партнеры Ирины поздравляют. Самый лучший спонсор пишут. И вот что самое главное. Еще раз повторюсь. Не поверят, Ирина, что у тебя огромная семья, что у тебя куча дел. Потому что я не понимаю, как можно успеть и бизнес сделать, и четверых классных сыновей воспитать. И в то же время еще успевать на отдых и всякие разные там личные дела. Но, наверное, ты все-таки услышала меня и фото пришлешь, и напишешь некоторое послание коротенькое о том, как ты стала такой успешной, как ты стала такой счастливой. Ну, а сейчас мы переходим, наконец-то, к посланию Эдуарда Витько, который всегда очень остро чувствует ситуацию и, конечно, всегда делится с нами своими секретами. Он всегда позитивен, именно поэтому возглавляет весь этот лидерский наш поток. Друзья, хочу открыть большой секрет. Я знаю, что у некоторых есть сомнения, и у меня они были. Но это ложное состояние из-за долгого ожидания. Мы расстраиваемся, когда видим чужие мессенджеры и маркетплейсы, и ожидаем, когда же наш заработает в полную силу. Вот, кстати говоря, верно ты подметил, Эдуард. Я хочу вот тут, если позволите, пять копеек ставить. Мы расстраиваемся, когда видим чужие успехи. Это ведь неправильно совсем, друзья. Надо научиться радоваться, когда мы видим чужие мессенджеры и маркетплейсы, которые получают высокую капитализацию. Вот лично я радуюсь, потому что это меня убеждает в том, что мы на верном пути и что все у нас на самом деле, вот как у Ирины будет с карьерой. Она очень трудно закрывала первую квалификацию, потом тянулась из последних сил ко второй, а потом начала выстреливать квалификации как из пулемета. И лидеров точно так же. Всегда мы вкладываем в первый результат 80% успехов. И видим только маленький какой-то результатик, всего 20% заметно из того, что мы вложили. А потом раз, и в какой-то определенный момент мы вообще почти ничего не вкладываем, 20% наших усилий дают 80% результата. И как-то все само собой получается. Очень много лидеров это прошли и проверили на своем собственном опыте. Очень много компаний, очень много проектов. Это все проходили, этот закон Парета. Но на самом деле, вы знаете, вот сейчас все будет фантастически меняться. Я вас уверяю, в этом году до конца года осталось, казалось бы, совсем немного месяцев, и все на самом деле не верят, что этот закон Парета и с нами случится. Но он же ведь доказан уже статистическими примерами, даже не одним, не двумя, а просто это закон, потому что статистика такова. И он сработает в какой-то определенный момент, нам вообще ничего не нужно будет вкладывать, оно само все произойдет. Вот видите, будет взлетать оценка нашего проекта, будут взлетать какие-то невероятные приложения, новости и все остальное. Всегда очень сложно дотянуться до первых значимых результатов. Все остальное, оно дается гораздо легче. Каждая умная женщина знает секрет. Хорошо приготовленное блюдо зависит от ингредиентов. Верно. Секрет нашего маркетплейса заложен в ингредиентах, замешанных на трендах рынка, опыте разработчиков, огромных деньгах этой отрасли и предстоящем финтехе. Я бы еще добавила, что они под соусом нашей огромной любви смешались, потому что каждый, кто инвестировал, каждый в этот проект, он же вложил все свои мечты, всю свою любовь, все свое внутреннее состояние, вот это вот возбужденности, желание впервые в истории победить в команде. Представляете, да, то есть не кто-то там какой-то великий один, два, три разработчика, пусть даже команда каких-то там умных разработчиков, или там гениальных финтехов, или каких-то там инвесторов, очень богатых людей, бах, и еще какой-то сделала выстрел успешный, или там родила какой-то проект, а тут огромная толпа муравьев навалилась на это дело, начала это тесто замешивать, начала что-то там колдовать с ним, выходить на улицы, что-то там рассказывать, пытаться там тестировать, отслеживать, искать какие-то недочеты в проекте, потом пытаться конкурсы проводить, улучшать проект и так далее. Ездить, людей возить, рассказывать этим людям, вот наши разработчики, а вот наш финтех, а вот наши финансисты, объяснять 125 тысяч раз на дню, что правда, что неправда и так далее. И вот это все было замешано на таком желании огромного количества людей, при том я все время вам говорю по всему миру, то есть если нас всех связать, такая цепь получится уже из огромного количества стран. И ведь каждый, кто принес туда, инвестировал деньги, он ведь не просто деньги принес, он туда заложил частичку своей любви, частичку своего сердца, своих желаний, своей мечты о будущем счастливом и так далее, о фамильном капитале, о каких-то изменениях. А некоторые люди вложили очень много своих семейных каких-то, общих командных результатов, да, то есть целые семьи работают, пришли в проект и бабушки, и дедушки, и там родители, и дети, и начали продвигать, рассказывать, делать какие-то смайлики, участвовать в конкурсах, одевать майки фирменные. Создалась такая некая семья фанатов Gem4Me. И попробуй у них отбери этот проект, попробуй его куда-нибудь не туда, а направь. Они все видят, они все слышат, они везде во всех чатах, они во всем участвуют, они все знают, более того, понимаете, они знают о каждом движении команды директоров, потому что проект будет открытый. Топ-лидеры все вместе, директора все вместе, разработчики постоянно с нами, докладывают нам постоянно. На каждой неделе, да, у нас есть доклад, и понедельник – это святой день, когда все новости, которые к нам стеклись, все узнают. И ни одного понедельника еще мимо не прошло, мимо кассы. Вот поэтому это особенный проект. И три года мы смешивали эти градиенты. Представьте, неописуемый восторг, когда наш Market Space начнет путешествие по миру, закрутятся покупки, продажи, заказы, отзывы, скидки, перегрузки от звонков и сообщений в чатах, скрипы наших ботов, не успевающих обрабатывать покупки в секунду и в момент, когда все будет казаться идеальным, когда конкуренты не получат шансы, когда банковские счета будут ломиться от вкладов, а мечты выполняться по щелчку. Вспомните секрет замеса волшебных ингредиентов и порадуйтесь профессионализму, всему профессионализму, наших директоров, наших топ-лидеров, разработчиков и так далее, потому что вся эта подготовка и рекогностировка была нужна как воздух, и нет ни малейшей деталей, которую можно было бы не делать. Все идет по плану, берите сомнения, перезагрузитесь, вдохновитесь и быстро включитесь в промоушен с подарочным ваучером. Я бы добавила еще, Эдуард, совсем недавно нам казалось, что так много акций Gem4Me, и что они никогда не кончатся вообще. Было такое? Было их миллионы, так много, что прямо вот не знали мы, куда эти акции можно деть. Еще совсем недавно было. И потом бабах в один день, и они все закончились. Вот просто взяли и закончились. То есть мы даже не заметили, как. Потому что в какой-то момент, да, притом они закончились 9 мая, это было так знаменательно. И притом мы вам сразу сказали, что они закончатся естественным путем, потому что мы будем скрести, скрести по сусекам, где еще только найдем, где возможно, там возьмем, на всяких там ветках, тестируемых на каких-то совсем мертвых логинах. Но к 9 мая, больше скрести было негде, и к 9 маю, ко дню победы, мы победно закончили продавать акции Gem4Me и перешли к проекту MarketSpace, который обдумывали с вами два года назад. Первые идеи появились этого проекта. Но вот так сложились обстоятельства, и мы так с вами спланировали, что сначала доведем до устойчивости, до устойчивого такого состояния наш Gem4Me, когда можно будет уже его 100% видеть готовым, и в этот момент приступим к проекту MarketSpace. И сейчас вам опять кажется, что акций много. Но поверьте, в прошлый раз те, кто не поняли, что может не хватить, в этот раз могут вообще не успеть даже их понюхать, потому что ведь как только начинает пахнуть успехом, приходят крупные инвестора, они начинают скупать на сотни тысяч сразу. И вот тогда просто их может быть очень мало в каких-то портфелях остаться. И взять их будет тоже негде. Поэтому, друзья, успевайте. Эдуард всегда прав. Большой секрет лидеров – они всегда очень тонко чувствуют момент. И промоушен с подарочным ваучером, когда вы получаете в два раза больше акций в свой портфель за одну и ту же цену, многими просто не прочувствован, он не понят. Ну, как бы все привыкли, что всегда в компании есть очень много призов, подарков, лотереи там и так далее. Ну, скидок там и промоушена. Сейчас волшебный просто идет промоушен, и надо просто его понять, прочувствовать. Понимаете, вы получаете за одну и ту же сумму денег акций в два раза больше. Этот промоушен не будет длиться долго. Он будет коротким, как выстрел. И только самые умные люди успеют набрать полные портфели акций. Вы видите некоторые товарищи, некоторые чеки, некоторые карьерные взлеты. Сейчас об этом свидетельствуют. Поэтому те, кто пока не понял, я обращаю ваше внимание. Звезды сложились именно так, что, вот мне Ирина подсказывает, 108 акций сейчас по 30 евро. Это та стартовая базовая цена, по которой мы начинали работать с Jam4Me. Это тоже бывает очень, очень редко. И мы с вами как бы в таком историческом, фантастическом выезже. Мы вернулись в старт, чтобы вспомнить, как это было. И очень быстро опять мы с вами начнем свой взлет. Цена 60 евро. Она уже нам понятна, и мы ее знаем, откуда она сложилась. Поэтому будьте готовы, что скоро все будет совсем иначе. 54 акций будет, собственно говоря, в портфеле. Поэтому я согласна. Вот Эдуард мне пишет, что я запереживала, что японцы отберут все. Срочно эту неделю работаем, не покладая сил. Да, я вас уверяю, что вот сейчас опять передохнут наши президенты. И президенты из Польши, Тома Шанджи, вернутся опять в Японию. А там они хотят еще в Корею, а там еще несколько стран. Поэтому акций будет очень мало. Используйте этот момент, пока не передышка у них. И вперед набивайте свои портфели по такой цене, которая не бывает дважды. Невозможно будет этот промоушен долго продолжать. Он просто для самых умных, для самых предприимчивых, для самых успешных. Ну и моменты обучения вы видите на экране Санкт-Петербург 22 августа, 20 августа. Начну с того, что завтра Москва. Как-то у меня так, не с начала, до 20 августа Москва, 22 августа опять Москва. Нас ждет презентация, работа, все в том же месте. 22 августа Санкт-Петербург, 22 августа-24 сентября Екатеринбург Академия Успеха, углубленный семинар, второй этап для партнеров, в статусе платиновый мастер и выше. Еще ждет участников, насколько я понимаю, еще есть билеты, потому что время еще есть. Обращайтесь к координаторам, и вы видите, что всегда есть возможность получить эту информацию в чатах и на блогах. Я вам желаю не пропустить ничего, использовать это время по максимуму для себя, для того, чтобы приближать свои личные цели. И уверена, что успех – это всегда наше личное решение, наш собственный выбор. Вот, наверное, все новости, которые я хотела вам сегодня рассказать. О, забыла. Еще события. Но по событию я уже повторяюсь от понедельника к понедельнику, к понедельнику, что еще есть билеты 13 октября, балчук распахнет свои двери, но цена билета уже, вы видите, изменилась. И самые успешные 200 партнеров его успели купить по 120 евро. Но хочу вас обрадовать, что эта цена будет только до конца августа, то есть осталось 11 дней. Если вы не купили билета на события, то вы его будете покупать за 200 евро, начиная с 1 сентября. Ну, всегда так, быстро и съедают медленных и вначале всегда дешевле. Мест в зале больше, чем там можно поставить стульев, не предвидится, стены не раздвигаются, поэтому всего 300 мест и только Сильвермастер. Поэтому сначала Сильвермастер, потом билеты, ну, или можно купить билет и прогарантировать, что вы Сильвермастер. Обязательно выполните эту квалификацию. Двигаемся дальше, перелистываем страничку и завершаем нашу конференцию благодарственными письмами, которые пришли в ваш адрес. Вы помните эти фотографии. Гузелия Зардинова хочет выразить огромную сердечную благодарность благотворительному фонду, администрации, компании, всем отзывчивым партнерам. Ну, в принципе, конечно, в первую очередь партнеру, которые создали благотворительный фонд за то, что очень тяжелое для Гузели время. Ей протянули руку помощи, потому что она сможет помочь дочери и собрать детей в школу, в детский сад. Вы помните трагичную историю. Я вам рассказывала о муже, который в аварии попал, пропал, можно сказать. В нашем проекте находятся особенные люди с открытыми и добрыми сердцами, которые готовы прийти на помощь тяжелой ситуации. Это так, это факт. Еще раз огромное спасибо. Желаю всем здоровья, благополучия нашему проекту «Джимфоми. Процветание». Спасибо, Гузелия. От всего сердца хочу поблагодарить всех партнеров. Галина Ковтунова пишет. И спонсоров, особенно Чуп Любовь Федоровна, которая поддержала в трудную минуту, помогла написать, обратиться в благотворительный фонд за проявленную заботу, поддержку, материальную помощь, оказанную в трудной для меня ситуации. Огромное человеческое спасибо тем, кто проявил сочувствие и неравнодушие. Пусть ваш дом обходит стороной все тревоги и неприятности. Берегите себя и своих близких. Спасибо, Галина. Вы тоже берегите себя. Мы будем работать, продолжать сбор средств в благотворительный фонд. растет наша поддержка, армия тех неравнодушных партнеров, которые присоединились к работе благотворительного фонда и через все время переводят часть средств для поддержки вот таких вот трудных ситуаций. Да, кстати, хочу сказать, что к нам вот обратилась на прошлой неделе «Любовь Маюченко». Вы помните обращение. Муж после Чернобыля очень сильно заболел. Нужна операция, инвалидная коляска. Мы уже собрали тысячу евро и уже перевели. Сбор продолжается. Открыт сбор. И все, кто знает «Любовь» по чатам, все, кто хотят присоединиться к работе фонда, продолжаем сбор средств и поможем восстановить здоровье для мужа, любови, чтобы все было хорошо. Я вам желаю успехов, я вам желаю всего самого лучшего, лидеров, я вам желаю процветания. И, конечно, не забывать, что вами могут двигать только ваши личные мечты. А самое главное то, что вы не только бизнес можете найти, продвигая информацию, но и очень большое количество потрясающе красивых, умных, талантливых, сердечных, открытых людей, которые могут стать вашими друзьями. Приходите в Gem4Me лучшую команду на свете и все у вас обязательно получится. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.